От всей души приветствую подписчиков моего канала на YouTube. Итак, 3 сентября. В этот день начался штурм школы номер один города Беслан. В результате чего погибло множество заложников. Основная масса погибших это несущеннолетние дети. Погибли люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Ведь Беслан всегда был многонациональным городом. Я выражаю искренние слова сочувствия, соболезнования всем родственникам погибших, тех, кто сейчас упокоился в городе ангелов. Я понимаю, время не излечит даже такие раны. И я искренне уверен, что многострадальная земля Осетии перенесет достойно это испытание. И мы должны быть рядом с осетинским народом. Ведь никто так не сближает страны и народы, как совместно пережитое горе. В память о тех событиях мною непосредственно после теракта было написано стихотворение, так называемая Бесланская новелла. Когда-то я его исполнял на вечерах памяти в честь погибших в Беслане заложников. И поэтому, извините, я волнуюсь, поэтому я буду пользоваться подсказкой. Поэтому в дань памяти, уважения к трагедии сезинского народа я хотел бы исполнить это стихотворение. Посмотрите на разбитый дом. Тут на кипячах еще зова. А когда-то детский смех звучал. А когда-то школа здесь была. Много лет трагедии прошло. Только траву до сих пор в одеждах. Так народ Осетии живет. Богу воздает свои надежды. Первый день осенний в сентябре, когда дети радостно сли в школе, стал для всех моментом истины, для родителей моментом боли. И в Беслане выстрелы звучат. Неисписан на тетрадях лист. Детвору прикладом в зал согнал. Подлый и трусливый террорист. На щиты навешаны фугасы. Душно в зале, сколько ни дыши. Под прицелом все у ваххабитов. Из-за поясов торчат ножи. Под прицелом все тогда мы были. Ведь навис над нами сатана. Под прицелом миллионы жизней. Под прицелом целая страна. И мелькали быстро на экране сводки из различных новостей. Как отцы оружие в руки брали, чтобы защитить своих детей. Кто-то скажет, это авантюра. И спецназ был должен только быть. Только не могу я упрекать их. Не имею права их судить. Хуже нет ублюдка и урода. Это видно из просмотров пленок. Кто детей пугает автоматом. Кто берет в заложники ребенка. Кто кричит о мире и под дружбе. И позировать не устает. Но при этом и глотка водится. Бедным детям выпить не дает. А когда мгновения штурма были. Не забуду до последних дней. Как бойцы спецназа выносили. На смерть перепуганных детей. Как себя они не страховали. В рацию редакторов просили. На носилках, на руках малышек. Вместо безопасное сносили. А потом был плач и были стоны. Будто кровь сочилась через ран. Новые на кладбищах могилы. Провожал своих детей Беслан. Тех, кто принял на себя осколки. От гранат и террористов пули. На комодах детские игрушки. Малыши в бессмертие шагнули. И болит душа и сердце ноет. И свяжи на нем еще тираны. Когда вижу ваши могилы. Маленькие ангелы Беслана. Слов нет, чтобы родителей утешат. Им детей никто не заменит. Вместе с вами, братья осетины. Вся Россия стонет и скорбит. Только пусть поганые запомнят. Подвые страдания были зря. В школах продолжаются уроки. И живет Осетия и земля. Ни почем диверсии и вопли. Происки ублюдков и изгоев. Это край отважных патриотов. Это родина святых героев. Помолюсь за павших и детишек. Пусть воды убийцам вознадут. Положу воду на сердце. Семьем я скажу. Оксан. Вот.